Всем привет! Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня я решила начать шить вторые штанишки Алладины, Алибаба, Афгане, как хотите, назовите. Вы помните, что в прошлом видео я вам рассказывала, я купила трикотажную вискозу. 100% вискоза. Ткань, конечно, обалденная, но, знаете, она немножко тяжеловата как-то. Но я думаю, это потому, что большой кусок. Здесь полтора метра на полтора. То есть я купила как бы квадрат по ширине ткани. И я долго думала, как же сшить эти штанишки, потому что хотелось бы сшить штанишки, конечно, без резинок. То есть вы помните мои прошлые штанишки. У меня вверху резинка и у меня внизу резинки. Почему? Потому что ткани было очень мало. И слава богу, что я нашла вот эту выкройку в интернете, которая мне помогла как бы использовать эту ткань для пошива штанишек. Дело в том, что эта шерсть с эластаном. Она очень мягкая, очень струящаяся и очень красивый цвет. Мне нравится. Девочки мне говорили или писали, правильнее сказать, что не очень красиво вот здесь между ног образуется складка. Я отпорола подкладку. Я вам покажу сейчас изнанку. Я отпорола подкладку. Девочки, ткань ложится лучше. Но, как мне написала одна девочка, судя по всему, более острый угол образуется у нас так, как наверху у нас на кокетке, да? То есть не на кокетке, а на поясе. Вырез углом 90 градусов. Девочки, но я думаю, что это все-таки не по этому, не из-за этого угла. Даже если у нас верх был бы округлый, вот эти складочки образуются, иногда, иногда образуется острая складка. Но с чем это связано? Например, когда я позировала перед камерой, там встановилась, да, она иногда образуется. Девочки, но в процессе эксплуатации, то есть когда вы ходите туда-сюда, ничего там не видно. Если даже она где-то один раз и образуется, то при следующем шаге она опять же как бы растворится. Поэтому я решила сшить еще штанишки, несмотря на все комментарии, которые отговаривали, скажем так. Шить буду из вискозы. И шить хочу я вот точно так же, как у Любови Овчинниковой. То есть вместо резиночек я хочу продолжение штанин. Девочки, долго думала, как же это сделать. То есть вот эта выкройка, вы помните, да? Тут хоть как не делай, здесь нужно пришивать либо ткань, чтобы получилось продолжение штанины, либо резинку. Я, конечно же, пересмотрела еще раз десять видео Марины Михины, чтобы рассмотреть штанишки Любови Овчинниковой. И вот именно на шерстяных штанишках я рассмотрела. У Любови спереди два шва на штанинах. У нас на штанинах один шов спереди, один шов сзади. Так вот, я долго разбиралась и разобралась, как сделать такую выкройку. Я не буду сейчас долго объяснять. Я вам просто покажу это на макете из цветной бумаги, чтобы вы хорошо поняли. И тогда можно будет уже начинать шить штанишки. Я вам покажу точно, как и что сделать. Объясню, посмотрю, если это быстро получится, чтобы отснять вам сам процесс пошива. Я его, конечно, отсниму. Если нет, я вам сейчас, можно сказать, на пальцах объясню, как это делается. Ну и затем покажу уже готовые штанишки с примеркой, опять же. Итак, приступаем. Итак, девочки, смотрите. Первые штанишки я шила из прямоугольника. То есть он у меня был гораздо уже. Сейчас я вам его изображу. То есть принцип у нас был такой. Мы складывали вот эту ткань по диагонали, стараясь сделать вот эти два участка одинаковыми. Вот так. Затем загибали первую половину вперед. То есть, минуточку. Я возьму карандаш. У нас получался вот здесь один шов спереди, скажем так. Вторую часть мы загибали на обратную сторону. И у нас получался шов сзади. Вот наши штанишки. Вот этот угол мы сохраняли. Прямой угол. Затем разворачивали и по прямой пришивали резинки. И затем я пришивала резинки внизу. То есть на ножки. Это наши первые штанишки. В клеточку. Теперь я обратила внимание, что у Любови Овчинниковой... Давайте я вам нарисую. Надеюсь, видно будет. Хотя и мелко. На штанишках, ну, скажем так, непонятно что, два шва. То есть спереди и сзади. И здесь у нас кокетка. Сбоку молния. Вот такой вот рисунок. Посмотрите, девочки. Видите? Сзади то же самое. Я долго думала, почему так. И поняла. Вот смотрите. Если мы возьмем кусок ткани, разумеется, нам нужен квадрат. Мы его складываем также по диагонали. Обрезаем. Девочки, я пока не останавливаюсь на размерах. Я хочу пока показать суть того, как будут шиться эти штанишки. Вот это у нас получается точно так же, как здесь. Давайте я введу карандашом. Вот это вот часть. Вот треугольничек. То есть нам нужны еще штанинки сами. И штанинки делать нужно отдельно. То есть мы берем кусок ткани так, чтобы у нас проходила наша нога. Ну, нога внизу, скажем так, от колены вниз, где икра и так далее. Складываем эту ткань пополам. То есть вот здесь у нас должна проходить свободно наша ступня, нога. Ну и разумеется, чтобы не было нам вот узко где-то здесь. Примерно так, икра колена. И затем мы делаем вторую штанинку, скажем так. И смотрите, девочки. Вот, допустим, вы измерили. Это у нас центр. Это будет у нас, например, талия. Если мы делаем без кокетки. Вот представьте, да? Можно здесь сверху просто пришить как бы обычную резинку. Давайте грубо так представим. Это обычная резинка. Конечно, не такая широкая, чтобы прошла там, ну, сантиметра 3-4 шириной резинка, да? Скажем так, это будет наша резинка на талии. Принцип такой. Вот так. Затем мы измеряем вот эту длину, разумеется. Мы измеряем от нашей талии, допустим, до щиколотки, да? Или мы смотрим, какой кусок ткани у нас есть. Смотрим вот эту вот длину по диагонали. И представляем, да? Что это как бы от пояса наша штанинка, допустим, доходит она у нас до колена. Вот эта длина. Или там до щиколотки. А нам нужно сделать длину на всю ногу. Мы приставляем наши штанинки вот таким вот образом. То есть мы смотрим, какой кусок нам не хватает вот от этой диагонали на длину ноги. Не забывайте, что вот этот пункт у нас в центре, самый верх, это талия. Но, девочки, в том случае, если мы делаем без скокетки. Если скокеткой, то там уже нужно смотреть. И вот у нас получаются два шва передних, точно так же, как у Любови Овчинниковой. И у нас получается вместо резинки вот эта вот штанинка. Если ткань у нас трикотажная, можно сделать просто внизу резиночку, собрать. Можно сделать посвободнее штанину. Если кто-то хочет без резинки, здесь уже можно, девочки, потом посмотреть, как вы заузите. Например, сделайте еще два шва. Здесь и здесь. Здесь по верху. Когда мы соединим ткань, разумеется, нам сделать нужно вот у этой точки прямой угол. То есть мы обрезаем лишнее здесь и здесь. И то есть в итоге у нас получается, в принципе, то же самое, что и здесь. Вот представьте. Но только со штанинками. И у нас будут два шва спереди и два шва сзади. Здесь, опять же, например, мы делаем, то есть мы, ой, у меня, извините, бумага жесткая, не могу развести. Ну, сделаем примерно вот так. Например, пришили мы резиночку обычную, то есть как юбка Татьянка, например, да. Пришили мы вот так резиночку. И все, наши штанишки готовы. Здесь, как я уже сказала, внизу можно сделать тоже кулиску, вставить резиночку. Замечательно. Если мы делаем с кокеткой, то, разумеется, нам нужно сначала измерить нашу кокетку, то есть какой высоты будет кокетка. Например, ну, я нарисую вам пока грубо. Например, вот у нас кокетка. То есть нам нужно измерить вот эту длину, какую мы хотим, сделать вот этот квадрат меньшего размера. Возможно, вот эти стороны у нас будут немножко тогда побольше. То есть вам нужно просто посмотреть вот эту длину, вот эту длину, как вы хотите, высоту кокетки и уже плясать от этого. То есть, в принципе, ничего сложного. Кто шьет, девочки, я думаю, что вы поняли, да, что я имела в виду. Как сделать кокетку? Я бы сказала, что как основу хорошо взять просто обычную юбку-карандаш. Вот представьте, есть у вас юбка-карандаш. Вот вы смотрите, где у вас заканчивается молния на юбочке, чтобы вы удобно проходили в нее. И буквально сантиметр-два вы обрезаете вашу выкройку. Это будет ваша кокетка. Вот вы сделали кокетку. И теперь от этой кокетки вы смотрите. Например, ну давайте сделаем так. Примерно я нарисую вот ноги, да, это наши ножки. Немножко ножки страшные, но примерно так. Далее. Вот у нас талия. Мы отнимаем вот эту высоту, разумеется, и смотрим вот от этой точки. Длину, например, ну вот досюда. Вот у нас колено, да, вот у нас длина. Мы берем ткань, то есть, господи, как-то у меня все разбежалось. Мы берем ткань, квадрат, одна сторона из которых равна вот этой длине. Вот мы его сложили, этот квадрат. Вот он у нас. Ну, тут он, конечно, не совсем квадрат получается. И далее. Вот эту разницу, длину, да, до конца ноги, до ступни. Мы точно так же измеряем вот эту сторону квадрата, добавляем длину, которую нам не хватает, делаем прямоугольник, двойной, разумеется, да, складываем пополам, сшиваем вот эти швы, затем пришиваем к нашей кокетке, и все, наши штанишки готовы. Я думаю, что вот так это будет смотреться даже еще лучше. Девочки, здесь можно точно так же оставить прямой угол. Либо, если кто-то не хочет делать прямой угол, можно развести слегка ткань, но не полностью. Вот смотрите, если у нас вот это прямой угол, да, и мы не хотим вот, чтобы были эти 90... Нет, вот на этом рисунке покажу. Вот мы не хотим, чтобы были вот эти 90 градусов полностью. Мы разводим слегка... Минуточку, я заложу складочку, вот так. Мы разводим слегка наш угол, чтобы он был, ну, скажем там, 100-110 градусов. Затем прикладываем нашу кокетку. Сейчас я вам ее изображу. Например, вот, приложили кокетку и выровняли. Срезали слегка, если вам не хочется делать прямой угол. То есть для вас как бы много объема. Можно сделать и так. Это будет тоже очень красиво. Особенно на трикотажной ткани будет просто замечательно. Сделали вы это, пришили вашу кокетку и готово. Ну, на трикотажной ткани, я думаю, здесь не нужно ничего проклеивать. Иногда девочки проклеивают швы, чтобы они не растягивались. Но я думаю, лучше этого не делать. Лучше шить вот так, как есть. Разумеется, у кого есть оверлок, обрабатывайте оверлоком. Строчку на трикотаже мы прямую не кладем. Нужно сделать хотя бы очень-очень легкий зигзаг, чтобы ткань у нас имела свободу и растягивалась. Девочки, я надеюсь, я объяснила понятно. Теперь я приступаю к работе. И затем покажу, что у меня получилось. Девочки, смотрите. Я сложила свою ткань пополам. То есть по диагонали свой большой треугольник. Мне работать легче, потому что у меня есть как бы образец штанишек. И вот смотрите. Так как у нас на штанишках есть уже шов, то есть это как бы наша нога. Я могу уже примерно вот выложить на своей ткани вот эту основную деталь, то есть вымерить, сколько мне нужно. Какой величины у меня будет вот этот сложный пополам треугольник. То есть у меня есть шов вот здесь. И я могу как бы вот эти штанишки взять за основу. Нарисую сейчас свой треугольник, квадрат. То есть треугольник это квадрат, сложный пополам по диагонали. И затем просто-напросто измерю ширину как бы моих штанинок для ноги. Опять же по своим брюкам. Сделаю две полоски, которые будут шириной, как две вот этих ширины. Один и два. Это будут мои штанинки. И затем я просто пришью их по бокам у треугольника. Единственное, что мне нужно сделать, это, опять же, вот эти штанишки мне в помощь. Я могу измерить точно так же от талии длину моей штанинки вместе с резинкой и прибавить еще. Потому что я вам говорила, я могу опустить эти брюки в самый низ, но это неудобно. То есть резинку надо как бы поднимать. Поэтому мне надо удлинить штанинку, ну, грубо еще на 20 сантиметров. А там я уже посмотрю, отрезать или не отрезать. То есть мне уже гораздо легче работать, потому что у меня есть как бы образец со всеми размерами. Я посмотрю, буду ли я делать кокетку на этих брючках. Либо я сделаю просто-напросто вверху кулиску. И вставлю резинку. Разумеется, мне нужно сделать тогда ширину здесь гораздо больше. Ну, в любом случае, девочки, в любом случае. Мы получаем нашу нужную ширину, чтобы у нас проходили бедра, за счет штанин. И вот этого вот нашего среза. То есть вы можете, чтобы не делать кокетку, например, да, сделать очень широкие штанинки. То есть чтобы вы хорошо потом прошли по ткани. И, разумеется, если штанинки будут широкие, внизу нам нужно будет вставить резиночку. Итак, я приступаю к работе. Кто хочет, делайте вместе со мной. Я думаю, что я все уже, в принципе, разжевала. Теперь можно шить. Поэтому я сейчас отключу камеру, чтобы не отвлекаться и побыстрее работать. Сложного абсолютно ничего нет. Будем работать. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Четырехугольник или квадрат сложный. Теперь я сделала две полосочки. То есть это будут мои штанинки. Я сейчас не стала там вымерять все точно приточно. Поэтому я сделала просто 20 сантиметров запас и сейчас я буду сшивать просто-напросто. Сшивать мою среднюю часть с ножками, скажем так. Вот таким вот образом будет два шва. Здесь у меня получается большой запас, девочки, внизу. Давайте я вам сдвину, покажу. Вот видите? То есть у меня как бы штанина будет очень-очень длинная. Я пока не буду обрезать. Я пока не буду обрезать. Это я потом сделаю на примерке. Теперь остановимся на верхе. То есть если мы это сошьем, затем разведем. Разумеется, я не пройду в бедрах по этой ширине. Я уже говорил в прошлом видео, что мне нужна ширина где-то 100 сантиметров, чтобы я прошла свободно в бедрах. Девочки, ну вот я думаю и думаю. Мне хотелось бы, конечно, сделать кокеточку. Поэтому я, наверное, сейчас возьму свою юбку, то есть выкройку, по которой я шила юбку из палантина царский. Пересниму мой верх с молнией, то есть то, что прилегает к телу. Положу вот здесь сверху, вырежу и буду шить с кокеткой. В таком случае кокетку надо будет продублировать, потому что у нас кокетка будет, как юбка, прилегать к телу. Будет молния. И я думаю, что это будет очень хорошо. Будет красиво. Итак, я сейчас обдумаю, как я буду делать дальше. Ну и затем, если я внесу какие-то изменения, что-то будет очень важное, я вам покажу и расскажу. Девочки, смотрите, сшила я штанишки, то есть я пришила к своему треугольнику, это квадрат сложный по диагонали, вот такие вот длинные полосочки. Это у меня получились штанинки. Я обработала все оверлоком и прострочила таким слабеньким зигзагом. Вот у меня получилась одна штанинка. Это наша вставочка. И вот у нас вторая штанинка. Я вам говорила, что я оставлю пока вот эти ноги, как бы, такой длины, какой у меня получилось, то есть с запасом. А там я уже буду смотреть, нужно мне обрезать сколько и как. Теперь, девочки, по верху. Поэтому, знаете, я сначала хотела сделать правильную кокетку, то есть жесткую, как на юбке, а потом решила, а зачем? Ведь удобнее все-таки, когда все это трикотаж, все мягкое. И я сделала следующее. Я выкроила две половинки, то есть переднюю половинку, заднюю половинку, кокетки от юбки, то есть я ее повторила. Она у меня слегка изогнутая. Девочки, и вот здесь у меня, в принципе, угол остался. Единственное, что я сделала, я его закруглила. То есть не прям вот так острый он у меня. Я, опять же, когда все сшила, то есть у меня получился вот такой узенький верх, промерила, опять сделала 50 сантиметров с одной стороны, 50 сантиметров с другой стороны. Это мои бедра. То есть я провела линию посредине, по диагонали, и отмерила с этой стороны 25, с этой стороны 25, чтобы получить половинную ширину моих бедер. Сделала я это, вымерила, то есть 25 до середины, 25, опять, до середины. И здесь я просто этот резкий прямой угол скруглила. И затем я раскроила кокетку. Но не просто вот как резинка, да? То есть она у меня заужена. То есть идет как бы талия, бедра, бедра шире, здесь немного уже. Я сделала две половинки. Они получаются двойные, девочки. Швы по бокам. То есть я сделала двойной перед кокетку и двойную спинку кокетку. Сшила по бокам, вывернула. У меня получились швы здесь и здесь. И затем я пришила вот эту кокетку к штанишкам. Теперь давайте посмотрим, сравним вот эти штанишки и вот эти штанишки шерстяные. То есть принцип пошива у меня получился почти такой же. В чем отличается здесь? Здесь, так как резинка у нас прямая, то есть я не делала швы на ней по бокам, то есть не ушивала, не заужала. Поэтому я сделала здесь кулиску. И там у меня резинка плюс вот этот шнурочек. То есть я могу еще, помимо того, что резинка, я могу носить, например, на бедрах спустить слегка, будет держаться только на резинке. Я могу сделать на талию, но тогда слегка свободно. И я могу еще затянуть шнурочек. Ну, за счет того, что здесь, конечно, резинка как бы синяя, на камере опять вижу, очень сильно отличается. На самом деле, на этой шерсти есть тут такой синий-голубой цвет, хорошо сочетается. Здесь, конечно, за счет того, что резинка прямая и пришлось сделать вот вверху кулиску, как бы, да, тут немножко другое. Выглядит не так, как бы, как одно целое. А здесь, в этих штанишках, так как все сшито из одной и той же ткани, и кокетка тоже. Посмотрите, выглядит очень даже хорошо. Теперь, что я сделаю еще? Я вставила все равно вверх резинку, но я не делала кулиску. То есть, у меня получается вот эта кокетка, она двойная. Минуточку, вот видите, да? Я вставила резинку под самый верх, но я не прошивала кулиску. Единственное, что я сделала, я по бокам сделала строчку, чтобы резинка не переворачивалась. И посмотрите, как хорошо. То есть, когда я одену это на тело, здесь нет никаких швов, но есть резинка, которая держит хорошо вместе трикотаж. Кстати, посмотрите, я тут синими ниточками немножко, ну тут немножко узорчик должен был бы быть. Это я наметила перед. С передней стороны или спереди на кокетке я срезала чуть-чуть. Я ее сделала покороче, чтобы она как бы опускалась вниз, моя кокетка. Сзади чуть-чуть подлиннее, поэтому, так как здесь очень тяжело определить, где зад и где перед, я сделала на меточку, чтобы не путаться. И получились у меня вот такие вот смешные штанишки. посмотрите. Если хорошо подумать, да, можно сделать отверстие сверху и получится очень даже неплохая такая кофточка с длинными рукавами. То есть, можно носить и так, если сделать отверстие сверху. Ну, так как это у нас штанишки, сейчас будем пробовать. Я вам продемонстрирую опять с новыми сапогами, со старой курточкой и так далее. Смотрите. Итак, девочки, я одела эти штанишки, я не стала менять верх, то есть, я оставила цветную футболку, чтобы был контраст, чтобы вы видели эти штанишки. Иначе, из-за черной футболки вы ничего не увидите. Итак, я, наверное, подойду поближе, чтобы вам показать. Не обращайте внимания, пожалуйста, может быть здесь где-то что-то торчит. Это потому, что я заправила футболку. Внутрь футболка довольно-таки длинная, она вот как раз до конца кокетки. И плюс еще я, опять же, не отглаживала еще ни один шов. Ну, девочки, вам скажу сразу, красота. То есть, здесь у меня резиночка, кокетка, вот у меня идет кокеточка, швы. Здесь резинка у меня прошита по швам. Замечательно. Еще раз покажу вам. Посмотрите, пожалуйста. Посмотрите, как лежит трикотаж. То есть, вискоза, трикотаж, это, девочки, буду шить еще, поищу себе вискозу, трикотажную, других цветов, синюю, белую, серую. что найду, буду шить еще, потому что штанишки чудо. Теперь, девочки, я специально не стала обувать сапоги или что-то еще. Хочу вам показать вот эти вот штанинки. Они, в принципе, длинные мне, да? Я их хотела отрезать, но, хорошо подумав, я решила их не отрезать. То есть, они достаточно узкие, я могу их тут просто присборить, чтобы они мне не мешали. Я могу, например, спустить немного, да? Чтобы у меня штанишки как бы были более свободны. Но я вам скажу, девочки, одно. Очень удобно, когда вы подтягиваете штанишки и вот этот шов соединения вставки и штанины у вас примерно где-то у колена. Вы тогда вообще не чувствуете штанишки. То есть, вот этот вес вставки он не тянет вниз. Вот так это идеально. То есть, посмотрите, у меня тут практически нормальная длина. Я не буду ее отрезать. Я оставлю так, как есть. То есть, обработаю оверлоком и все. Эти штанинки, как я уже сказала, я могу просто вот как лосины или ковчугки немножко стягивать. Делать ниже, делать выше очень-очень удобно. Ай, штанишки чудо, я их вообще не чувствую. Замечательно. Еще раз посмотрите, пожалуйста, как выглядит между ног. То есть, никаких складок нет. Девочки, это, конечно, очень хорошо, что я использую трикотаж. То есть, трикотаж сам по себе, он ложится очень красиво. Красота. Итак, девочки, посмотрите, опять куртка. Куртка слегка косуха. Она достаточно длинная. мне нравятся такие куртки. То есть, они мне нравятся гораздо больше, чем вот короткие косухи. Мои сапоги новые. Посмотрите, пожалуйста, девочки, как удобно вот эти штанишки в сапогах. Очень удобно. Очень удобно. Просто замечательно. Давайте еще покручусь вам. Я надеюсь, на камере видно то, как я одета. У меня стоят, конечно, Юпитеры, то есть, это с подсветкой, свет, который я купила. Но, честно говоря, как-то все равно не очень светло. Но будем надеяться. Кстати, девочки, обратите внимание на мои серьги. Посмотрите, пожалуйста. Нашлись у меня серьги, похожие на серьги Любови Овчинниковой. Смотрите, пожалуйста, даже форма почти такая же, только они гораздо меньше размером. И они немножко рельефные. Тут есть какие-то прорези и так далее. Но форма, в принципе, такая же. Они мне тоже очень нравятся. Единственное, что мне не нравится, они матовые. Я подумываю их покрасить лаком, чтобы они немножко блестели. И вот посмотрите, почти скопирован образ один в один. Я заказала себе еще шляпу. Когда я получу эту шляпу, девочки, я вам покажу образы со шляпой. Но пока вот так. Я надеюсь, вы рассмотрели, какая это красота. Плюс, девочки, это очень-очень удобно. Действительно удобно. Я вам уже говорила, я была большой противник этих штанов, но не вот именно вот этой выкроеки. Есть очень много разных выкроек, и вот как раз те мне не нравятся. Но вот это это что-то. Это что-то и очень удобно. Девочки, шейте, не пожалейте, хотя бы для дома. Я буду шить еще. как только найду подходящую ткань, то есть трикотаж, желательно вискозный, конечно же, другого цвета, то есть универсальный, я себе нашу универсальных штанишек и буду их менять. Очень хотелось бы, конечно, еще купить шерсть. Я поищу шерсть в клеточку. Возможно, я даже найду шерсть-трикотаж, джерси. Куплю такую шерсть, сошью себе штанишки и буду с удовольствием носить. Ну и в заключение я хочу поблагодарить Марину Михину снова и Любовь Овчинникову за то, что они сделали такое видео. Девочки, большое вам спасибо. Спасибо за то, что подтолкнули нас, разбудили нас, показали, что и эти штанишки достойны внимания. Просто замечательно. Спасибо вам, девочки. Ну а с вами, дорогие мои, я прощаюсь. Увидимся в следующем видео. Пишите, пожалуйста, комментарии, ставьте лайки, дизлайки, кому что нравится. Ну а я с вами прощаюсь. До следующего видео. Всем пока!